потеряется, потому что нету языка. Понимаете? В семье учите детей. Теперь, а что я хотела сказать? Я хочу именно не татаров, потому что у меня бабушка тоже татарка, потому что у нас в крови тоже есть, вы знаете, да, что мы все смешанные сонки. Не, внучка по-татарски поют и нет. И все равно в нашей крови все равно, все равно мы все единые. И я такой человек, наверное, с 83-го года, наверное, что я хотела бы, чтобы дети изучали родной язык. И мне приходилось с Казахстана таскать сумками, в первую очередь, книги. Не литературу, а первые книги это было Альпе. Чтобы дети знали свой родной язык, чтобы они изучали свой родной язык. Сонахтан лежат в Трушу. Я таскала на себе вот эти, можно сказать, несколько килограммов. Вы знаете, книги очень тяжелые. Лучше возьми какую-нибудь посуду, она не такая тяжелая, как книга тяжелая. Знание сон. Да, знание поэтому, наверное, а у Платцы там... Гранит. Да, поэтому мне приходилось с Азов учить разновозрастных детей. В школе я изучала, я жила в Азовском районе, замуж вышла. Поэтому в Азовском районе... За Казаха? За Казаха. За Казаха я вышла. Меня, про свою семью сейчас расскажу. И мне приходилось в Азовском районе, это немецко-национальный район, они сказали в 92-м году, давайте откроем казахский язык. Потому что это немецкий район, они хотели, чтобы знали и немецкий язык, и казахский язык. Да, почему? Потому что они только возрождались, только начинали свой родной язык, немцы, поэтому хотели, чтобы мы тоже изучали свой родной язык, понимаете? И в немецком районе тоже начинали они с Азов. И в первую очередь они заказали, ну как сказать, выходили в просвещение и заказали для немецких, для детей, именно немецкого народа, да, вот для немца, да, заказали в первую очередь тоже букварь. Ну, конечно, этих людей уже нету. Это был Благинин Виктор Максимович, Мархмопеток, Сержок, и Бетхерн, который тоже уехал в Германию. Они специально ездили, и Мария Ивановна, она до сих пор в Азовском районе, работает в администрации, но вот они тоже первым начали изучать свой родной язык. И таким образом мы друг друга учились и начали изучать, чтобы дети изучали родной язык. Ну, конечно, как мы все дети, кто-то хочет изучать, а кто-то нет. В первую очередь идет от родителей. Я говорю, апам, баланы заживерныши, а нашим баланы заживерныши, а тут же казашка говорит, качи, 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 уйди от меня, не нужны. Пускай русский язык изучают. Как сейчас родители говорят, нам этот язык не нужен, понимаете. Сейчас они говорят, нам нужен английский язык. Я собираю детей, может быть, я прихожу даже домой, постучусь, я спрашиваю, отправьте, пожалуйста, детей изучать казахский язык. Когда стучусь, они мне говорят, а нам нужен английский язык. Я говорю, а он будет англичанин? Они говорят, а это в знаке экзамены сдавать надо. А в будущем экзамен вам не нужен? Они говорят, потому что вы же казахи. Они говорят, нет, не надо. А потом они, когда начинают уже, у них своя семья, они знают, что надо бы знать с уровня языка. Вот тогда они об этом только начинают думать. Сон-дак там, я начинала с 83-го года с малых детей, а сейчас в моем, как говорится, я работаю в Кировском районе, работаю на Омской, а сейчас Алла-Расса с Московки начну. Сто с лишним детей уже. Поэтому я собираю везде детей. Я объясняю в первую очередь. Захожу в школы, разговариваю с директорами. Объясняю. Большое спасибо, когда я в город приехала. Я еще работала, умудрилась работать в Азовском районе. Полдня в Азовском районе. После обеда ездила в город, еще в городе. И таким образом, маленько, немножко здоровья свое, конечно. Ну, из-за своего родного языка я сказала, вот таким образом. Наши дети никогда не будут знать. Вот сейчас я разговаривала о Хамен, да? Я говорила. Вот я просто...